Магнус Карлсон – живая легенда из Норвегии, самый молодой шахматист, возглавивший официальный рейтинг Фиде в возрасте 19 лет. 16-й чемпион мира по шахматам и человек, которому удается удерживать титул с 2013 года по сей день. Именно на него хотят быть похожими все юные шахматисты мира и брещанин Павел Сарычев не исключение. Вначале мы играли с папой, когда мне было года 4, потом я пошел в 6 лет, уже профессионально над ними заниматься. Шахматы развивают логику. С приходом на шахмат у меня появились новые друзья. Я неплох в математике, а может благодаря именно шахматам. Моя цель – стать таким же, как Магнус Карлсон, действующий чемпион мира из Норвегии. В копилке Дорис Коморощенко участие более чем в 100 шахматных турнирах, столько же и медалей. Несмотря на юный возраст, спортсменка уже имеет первый разряд по шахматам и может дать совет начинающим. Это сложно для тех, кто не умеет играть в шахматы, но в дебютной фазе надо просто выучить все распечатки, все файлы, которые тебе скинул тренер. Надо просто знать, как будет, если соперник как-то будет отвечать. В миттельшпиле надо по основным принципам и теориям шахмата развивать игру, а в н-шпиле это тоже уже дело теории, которые надо выучить. Я хочу стать гроссмейстером, но если уже что-то не получится, то я смогу закончить свою карьеру только когда стану мастером спорта. Я для себя такую цель поставила. У меня уже первый разряд, мне осталось только кандидата и мастера спорта выполнить. А в том, что город над Богом можно считать шахматной столицей Беларуси заслуга организаторов крупнейшего международного турнира в республике «Чёрная пешка», который ежегодно проходит в Бресте. В доковидные времена ему удавалось собирать до 2000 участников. В Брестской области очень развиты шахматы. Помимо города Бреста шахматисты сильные в Кобрине, в Пинске, в Барановичах. Наши ребята занимают призовые места и на республиканских соревнованиях, и на чемпионатах Европы, и даже на чемпионатах мира. Занимаются детки в Бресте в спортивной школе «Сдюшор номер 7», а также в двух шахматных школах «Чёрная пешка». К нам приходят в основном малыши, они у нас немножко подрастают и переходят профессионально заниматься в седьмой «Сдюшор». Приходить в шахматы оптимально в 5-6 лет, но мы набираем младшие группы с 3 до 5 лет. Многие, кто играют в шахматы, они учатся понимать стратегию этой игры и считают, что шахматы развивают многие личностные качества, такие как хорошее мышление, память хорошее, воображение. Какие качества позволяют выигрывать? Концентрация внимания обязательно, просчет всех вариантов, и при этом все это нужно делать довольно быстро. Свой профессиональный праздник шахматисты Брещена, как и полагается, отметили турниром. Шахматный мир открыт для каждого, ведь это прекрасная возможность реализовать свой творческий и умственный потенциал. Особенности стратегического и тактического мышления, и кто знает, может быть, следующий чемпион мира будет именно из Бреста.